Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы записываем серию бесед под названием «Жития святых» во свете Библии, чтобы смотреть на это открытым оком. Тут на половине остановились вопросы. Серафим Саровский, 2 января. Так сделал угодник Божий потому, что считал неудобным и неполезным, чтобы чистые девы жили вместе с овдовами, проведшими некоторое время в брачной жизни. Но благодаря благодатному влиянию преподобного Серафима, девейская обитель стала привлекать к себе все более и более сестер, искавших под отеческим руководством святого старца богоугодной иночкинской жизни. Ни одного слова евангельского нету. Вот он отдельно теперь отвлекает других, отвлекает, совращает, как угодно скажи. Но перед Богом это все не Божье. А как не Божье? Ну Бог дал конкретно план, как правильно жить, как спасаться. Ну нигде нет, даже намека нет на то, что вот ты понял, а теперь отвлекай от мира, и чтобы там они сидели, в одном месте в кучу сбились, свое царство на земле устроили. Не знаю. Некоторые посвящали жизнь свою Богу в девейской обители из благодарности, из-за исцеления, полученной по молитвам святого старца. Иных он по своей прозорливости с малолетства как бы предназначал к сему. И заранее в духе сего предназначения руководствовал поступлению в обитель. Вот из Серафимова биографии, я говорю, это житие святых, самое большое на 12 томов. Раздутая просто. А о нем вообще ничего неизвестно было. Это все, все это плод благочестивого измышления. Но одно то, что когда какая комиссия работает по канонизации, за него ни одного голоса не было, ни одного. Царь сказал канонизировать. Все, как будто царь Николай был на небе, услышал что-то. У него жизнь, у Серафима-то, совершенно не евангельская. Даже при той накрутке, которую сделали, вот этот ажиотаж, который они развили по нему, я ему молюсь, я его признаю, но надо реально смотреть на события-то. Ни один современник о нем ничего не знал. Он накручивает на весь, на всю Россию, знал, там ехали. Ничего этого не было. Иначе это было бы отмечено где-то в летописях, хотя бы у одного писателя, поэта. Но об Игнатии Брянщининов написал же Лесков. Ну, если этот ездил, Вениаминов, митрополит по северу, то записки его тоже осталось где-то. А серафиме вообще ничего нет. И вдруг самое большое житие, самая большая биография. 50, 51 страница. А апостола Павла, 18, вместе с Петром. Ну, что сравнивать-то? А Петре и Павле сколько понаписано в Библии? Демейская община возведена в третиклассный женский монастырь. В настоящее время представляет собой одно из самых многолюднейших и благоустроеннейших женских обителей на Руси, вмещающих в себя до тысячи, даже свыше сестер. Это тысячи человек заблокировали. Тысячи человек зарыли таланты свои. Россия не могла не пасть. И она сейчас подгоняется к пропасти полного сокрушения, не кем-то священнослужителями. Почему монастыри? Их все закрыть надо было. Или оставить для того, чтобы они служили на благовестие, готовили благовестников. И как будто этого никто не хочет видеть. Ослепление полное, совершенное. Пахомий Великий, 15 мая. Когда наступил праздник Святой Пасхи, Паламон сказал Пахомий, это его учитель, что в этот день он будет дважды вкушать пищу. Приготовляя пищу, Пахомий влил в нее немного масла. Растительного. Но Паламон не захотел такого ослабления паста. Даже и в день Пасхи. С великой скорбью он говорил, мой Бог был распят за меня, а я буду есть масло, которое дает крепость телу. Если Бог был распят, это ересь. Божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. Ну и что, распят был, так мы его приняли, уверовали, да? А я буду есть масло. И он, Христос, говорит, что жених отнет, будут пастить. Сегодня это был, когда? Пятница, суббота. А дальше жена рождает, и дитёй не помнит себя от радости. День воскресенья, день радости. Это суббота новозаветия. Никаких для них это не существует. Мой Бог был распят за меня. Ересь. Сущая ересь, стопроцентная. А я буду есть масло. Какая связь? Бог распят, но не распинается Бог. Бог бесстрастен. Он хотел был совсем отказаться от пищи до другого дня. Старец только тогда согласился принять пищу, когда Пахоми бросил соль, содержавшую немного масла, и подал ему соль, посыпанную золой. То есть своими силами пытались, не разумея праведности Божией. Праведность Божия такая. Он за меня умер. За этот грех два раза не наказывают. Это грех оплаченный. Он умер за меня? Умер. Нет другого имени под небом данного человека, которому жалово бы нам спастись. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это мой. Мой пришел спаситель Божий сын. Я к ногам его пронзенным с раскаянием иду. Грех моей кровью причисто смыть, молю. Я прощен. Спасен я от блужданий пытливого и гордого ума. Ничего этого нет. Они неверующие были. Неверующие в Евангелии. Соль, посыпанная золой. Вот вы камуривали, вы думали, что только не дурнее, то умнее. Соль и зола – это совершенно разные вещи. А для чего? Для чего это нужно? Когда мы дети счастья, дети радости. Павел говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Иоанн Платоус искал лучших врачей, лучшие лекарства, когда болел. Пахомий с великим смирением просил прощения. Конечно, они оба вкусили хлеба с солью. Слезы текли полонитом строгого старца и смиренного ученика, желавшего во всем подражать своему любимому учителю. Ни Евангелию, ни Христу, ни апостолу. Павел говорит, подражайте мне, в ком видите этот образ, который проповедовали вам Слово Божие. Ничего этого нет, ему подражать нельзя. Его биография вредная. Вредная, пагубная просто. Ничего подобного. А почему до вас... Мне зачем, почему? Я молюсь, Бог открывает это. Бог открывает через Евангелие. Я не добавляю ни одного слова. Здесь Пахомий услышал голос. Пахомий, Пахомий, подвязайся и пребывай на этом месте. Построй себе обитель, и множество людей придут к тебе, чтобы сделать себя монахами около тебя. И получат они пользу душам своим. Если бы сказал, придут, научатся и пойдут благовестеть в мир. И мусульманство, все это будет православие. И Мухаммад будет лучшим пророком православия. И ничего этого нет. Он отсылает ее ложным путем. Пахомий немедленно идет к Аве по Ламону и сообщает ему об этом. Тогда они оба отправляются в Танинисси и строят здесь обитель. Строят, собственно, небольшое иноческое жилище. Вопрос, 2019-й. Вы уже более 40 лет занимаетесь миссионерской деятельностью среди самых разных сект. Как оцениваете труды пустынников и житиях, их методы доказательства правоты православия? Намного превосходят они ваши доказательства? Ответ. Могу сказать, что если бы я был на месте еретика, то даже и слушать эти доказательства не стал. Какие-то рассуждения, которые смешно и стыдно считать для православных. Миссионеры поздних лет в России были намного умнее. И воистину они были мужи веры и знания Писания, как Кунцевич. Иоанн 5,39. Исследуйте Писание. Писание, а не то, что Паламон скажет. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Здесь о Христе вообще речи нет. Вот здесь зола, соль. Деяния 17,11. Здесьшние были благомысленности фессалоникских. Они приняли слово совсем усердно, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. А вот благомысленности фессалоникских. А фессалоникские, они не разбирали ничего. Они не благомысленно были. Это монашество. Они не благомысленно. Они к Евангелию никакого отношения не имеют. Это новая вера. Абсолютно новая. Их нельзя никаким образом притулить, ни к какой организации религиозной. Паисий Великий, 19 июня. В одном из селений египетских проживал некий старец. По своему житию это был человек весьма добродетельный. Но в Святом Писании он был совсем не сведущ. И вот по неведению он впал в такую ересь. Про Святую Троицу он говорил не как про Троицу, но как про Двоицу. То есть он исповедовал Отца и Сына. Про Духа Святого он умалчивал, говоря, что он не есть Бог. Но это свидетели Его сегодня так. И веруя так ложно сам, он и других научал этому своему зловерию. Многие из простого народа следовали Его хульному мудрованию и учению, видя Его добродетельное житие по Боге. Добродетельное. А какое добродетельное? Добро делает, он не может делать. Его кормят, ему подают. Вот все, окошечко, подавали еду. Меня всегда интересует, а куда отходы отходили? Кто принимал это в какой окошечке? Это живой человек. Ну хочешь, не хочешь, туалет должен быть. Вот мы в поездке, когда главное это туалет, даже не еда, не питье. Это мы найдем. Туалет. И веруя так ложно. Уготовляющий же для всех спасения Христос Бог, не желая, чтобы труды старца и его постеческие подвиги были тщетны, возвесил о нем блаженному Паисию и указал ему то селение и место, где жил сей святой старец. Он ересь проповедует, он святой старец. Ну это вообще. Паисий тотчас же с поспешностью стал собираться в путь. Он сделал собственноручно множество корзин и при этом приделал к каждой из них по три ушка и пошел с ними к тому старцу, выдавая себя за странника и продавца рукоделия своего. Многие же из находившихся при старце иноков, державшиеся ложного его учения и неправой веры, увидят странника и его корзины, не зная, что это Паисий, стали спрашивать, кто он, откуда. Он же на это говорил, что он пришел из пустыни продавать рукоделие свое. Ну не продавать, написанное специально сделал. Спрашивали его о корзинах, почему они сделаны с тремя ушками. И святой Паисий всегда на это отвечал, так как я раб Пресвятой Троицы и пламенно проникнуть любовью к ней, то поэтому и корзины свои я устроил во образ Святой Троицы с тремя ушками, дабы мне не только веровать сердцем и устами исповедовать, но и рукоделие моим, прообразующим тройственность божественных лиц, прославлять Святую Троицу Отца и Сына и Святого Духа. Ибо одно ушко соделано во образ Бога Отца, другое во образ Бога Сына, третье во образ Духа Святого. И подобно тому, как каждая корзина имеет три ушка, но сама по себе едино, так и во Святой Троице. Три лица, но един Бог. Вот такое доказательство. Так можно три пуговки пришить, можно что угодно. В то время как Святой Паисий в кратких словах излагал сию тайну о Святой Троице, мужики вместе со своим постником, учителем, устыдились, и, приготовившись послушать его, сказали, «О, дивный, скажи нам об истинной вере еще пояснее, и поучи нас еще своими беседами. Ты уже и сказанным весьма удивил нас». Вот видите, считать за насмешку не знаю, и весьма удивил нас. С чем он удивил их? Что он Писания не знает? Доказательства должны быть только на основании Святой Библии. Другого вообще не существует. Бог сказал, надо исполнять. И божественный Паисий, исполнивший Духа Святого как опытный наставник, начал благорассудно и богомудренно изобличать еретическое заблуждение, и его душепагубный вред, и ревностно стал получать их Святой Православной, и душеспасительной вере, и наставлять на путь истинный. Глупость. У корзина не бывает три ушка, только два, и поэтому двоица, тот победил бы его. Треть это ушко, вот еще прилепил-то. Может, четыре ушка четверицей назвать. И долго преподобный Паисий беседовал с ними от Божественного Писания. А о Троице ничего не мог сказать. Да о Троице много сказано. И богдухновенных книг. Что за книги, тоже неизвестно. Учил их веровать во Святую Троицу, и благочестно исповедовать сию истину, и обратил в старство того и всех, кто был с ним, к покаянию и о прежнем их заблуждении. И так, просветив их, пошел обратно в свою пустыню, воспевая благодарственное Господу моление. Просвещает Слово Божие. А его здесь даже в помине не было. Он их не просветил, ничего. Вопрос 2020. Какие-то жития вызывают у вас антипатию? Ответ. Просто я примеряю бывшее тогда на сегодня, даже и не к себе, а к любому из знаемых мной. И вижу, что Святую и Ефросинью сегодня обходили бы за семь верст. Она была буквально одержима идеей всех омонашить. Она искренне понимала, что нужно постричь, уневестить, запрятать, и потом им хотя бы и сегодня умереть можно. Конечно же, кроме своей идеи всех сделать инокинями, она ничего выходит не имела. И даже похоронить себя она желала в мужском монастыре. Это никакому здравомыслящему человеку не придет в голову. Значит, при всех своих массовых постригах она не имела уверенности в наследие Царства Божия. И потому еще раз решила экстравагантным ходом приблизить желаемое спасение к себе после смерти. Верить просто по Евангелию Христову, по Божьим обетованиям. Она и понятия не имела. А тот, кто ее житие пишет и печатает, тот так и думает, что ее жизнь, ох, как угодно Богу. Такая уж она миссионерша, что всех невестами Христу соделала. И нет таких житий подобных более. Но ее причестили к лику святых. Хотя она была одна из миллиона, быть может, таких. Но она была истовым фанатиком этой неевангельской идеи и борола к приступам души одну за другой. Невзирая ни на воплю родных, ни на скорбь их, ни на каноны, ни на выбор и свободу. А обольщением, словами, игрой на вещах, простых и ненужных. Она навсегда закабаляла эти души и делала их жалкими рабами несвободы. Сохрани, Бог, быть с таким человеком тому, у кого есть понятие об Евангелии. Она должна быть только под запретом за нарушение многих канонов церковных и Библии. Но она же в монастырь всех привлекла и увеличила число инокинь. Поэтому ей все остальное переводится в статус святости. На этом житии хорошо видно состояние русских православных, что они ничегошеньки не понимали ни в Писании, ни в канонах. И даже в монастырях шли напропалую, напролом, лишь бы затянуть человека в невесты, постричь, цель оправдывает средство. Ложь, обман, хитрость – это наш арсенал. Хотя это житие отнимет много места в книге, но ради пользы прибеду его почти полностью. Псалом 118 и 113. Вымасты человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ифросиня 23 мая. Будущее самых юных лет обучено грамоте, и Фросиня усердно изучала Священное Писание и прочие душеспасительные книги. Это стандарт. Писание, душеспасительные книги. И как увидим, Писание она, видимо, в руках не держала, а книг никаких не было. Из Священного Писания она и научила страху Божию, и усердной любви к Богу Создателю Своему. А Господь говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Однако отец Ифросиня решил выдать ее за мужество, за одного князя, хотя бы против воли ее. Когда Ифросиня узнала об этом, то тайно от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумене и княгине Романе и начала усердно просить постричь ее в образ иноческий. Ифросиня имела твердое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства Небесного. То есть Царство Небесное без монастыря очень-очень под сомнением. Когда родители блаженной от Раковицы узнали обо всем происшедшем, то преисполнились великой скорби и тотчас направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь в свою в иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Спустя некоторое время преподобная послала сказать отцу своему «Пусти ко мне сестру мою Градиславу, дабы я обучала ее святым книгам». А в мыслях у нее даже этого понятия не имело. Отец отпустил Градиславу. Святая Просиня научила младшую сестру свою чтению книжному и, поучив ее многим душеспасительными беседами, унивестил ее Христу, так как побудила ее принять образ иноческий с именем Евдокии. Готово дело, еще одну голову снесла. По прошествии некоторого времени отец Ефросиня послал сказать ей «Отпусти к нам сестру твою». Ефросиня же отвечала «Пусть она побудет еще некоторое время со мною», так как не вполне изучила еще Писание. Однако родители Ефросиня в скором времени узнали о пострижении другой дочери своей. «Преисполнившись гнева, они пришли в монастырь из горечной сердечной, сказали блаженной Ефросине. О, дочь наша, что ты сделала с нами? Ты прибавила к старой печали нашей еще новую печаль, и к одной скорбе еще новый скорбь. Разве недостаточно было тебе оставить нас? Вот ты и другое чадо наше, дорогое для нас, отняла у нас. Отняла. Они без нее остаются. Все. Для этого ли мы родили вас, для этого ли мы воспитывали вас? Для того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключились, как в гробе в этих черных ризах, водворились в монастыре и лишили нас тех у тех, которых мы ждали от вас? В скором времени к преподобной просении пришла княжна Звенислава, ее родственница, дочь дяди ее Бориса. Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к бракосочетанию, и сказала, блаженная, «Госпожа и сестра моя, я вменяю ни во что все драгоценности мира сего. Эти брачные украшения я даю в церковь Спасителю, а сама желаю у невести себя браком духовным, Господу и Богу моему, и преклонить голову свою под благое и легкое игое его». Преподобная просения приняла ее с радостью и тотчас приказала постричь ее, належь имя ей и в праксию. Между прочим, к Кефросине пришел любимый брат ее Вячеслав вместе со своей супругой и детьми. Поклонившись, он сказал со слезами, «Госпожа, сестра и мать моя, для чего ты хочешь теперь оставить меня? Для чего оставляешь ты нас, светочам моим и руководительница жизни моей?» Святая же отвечала, «Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на тех святых местах». Когда блаженная просения окончила духовную беседу с братьем своим, то приказала ему, приказала, а ему оставит двух дочерей его, Кирине и Ольгу, у сестры своей Евдокии. И во блаженной просении имела такой дар духовный, что на кого взирала очаби своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели, и может ли он быть сосудом, избранным для Господа, то есть для монашества. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отраковицы, дочери, брата ее, добродетельную и жизнью своей угодят Христу. Когда Вячеслав ушел от Ефросини, святая сказала дочерям его, «Я хочу обручить вас жениху бессмертному, дабы ввести в чертог Царства Небесного». Отраковицы же те, усладившись его богодухновенной беседой, умилились душою, и, припав к ногам ее, сказали, «Да будет воля Господня! Пусть твоя святая молитва устроит о нас, как тебе будет угодно!» Ефросиня, радуясь духом своим, одобрым намерение отраковить с тех, поучала их душеспасительными беседами и воспитывала в сердцах их любовь ко Христу. Затем, спустя некоторое время, Ефросиня призвала брата своего, Вячеслава и сказала ему, «Я хочу постричь своих дочерей, дабы они были неестными Христовыми». Но Вячеслав возмутился духом от слов и сказала, «Госпожа и мать моя, что ты замыслилась делать со мною? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и другую скорбь? Ты хочешь, чтобы я плакал, прежде всего ради твоего удаления от нас, страну далекую? Зачем ты хочешь, чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи?» Супруга же Вячеслава, мать тех от раковиц, сокрушалась еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако Вячеслав и его супруга не осмелились противиться словам блаженной Ефросини, так как принимали слова ее, как бы слова самого Христа, и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойной вместилищем Святого Духа. Вслед за тем Ефросиния попросила бывшего тогда епископа Дионисия прийти в монастырь, вести от раковиц церковь и постричь их. При этом Киринея было наречено имя Агафья, а Ольги – Ефимия. Потом епископ благословил их благословением святых отцов и матерей, от века Богу угодивших. Желала блаженная Ефросиния быть и на Иордане, но уже не могла идти туда по причине недуга своего. Поэтому она послала на Иордан брата своего Давида и Ивпраксию. Возвратившись оттуда, они принесли ей воды Иорданской. Святая приняла воду ту с великой радостью и благодарением. Она испила воды той и окропила ей все тело свое. Затем, в октябре, зазлегшена постель, сказала, «Благословен Бог, просвещающий, освящающий всякого человека грядущего в мир». Во время той болезни имела преподобное видение, ангельское, причем ей было возвещено от Бога и о блаженной кончине ее, и об уготованном для нее покое. И возвеселилась святая душа о Боге, спасителе своем хваля и прославляя его за многие его благодеяния. Затем святая послала в лавру святого Саввы спросить архимандрита и братьев о том, нельзя ли дать ей там место для погребения. Они же отвечали, «Мы имеем заповедь от святого отца нашего Саввы, никогда не погребать женщин в обители его. Есть общежительный монастырь Феодосиев, построенный во славу и честь при святой Богородице. Там почивают многие святые жены, там почивает и мать святого Саввы, и мать святого Феодосия, и мать святых бессеребренников Феодотия, и многие другие счастные жены. Там подобает быть похороненной и блаженной в просении». Преподобная, услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбой приготовить место для погребения. Иноки монастыря того указали на место при церковном притворе и устроили гроб для погребения святой. Вопрос 2021. Отшельники часто жили на кладбище, и там подвиги совершали. Что Библия говорит об этом? Ответ. Когда читаешь проподобное, то на память не приходит ничего, кроме того, что на кладбище и в гробах были одержимы бесами. Марк Петри. Он имел жилище в гробах, но чтобы нормальный человек шел туда жить и специально бороться с бесами, такого нет в Писании Божьем. Пришел, победил и ушел. Так делал Христос. И так нужно подражать Христу, а не отшельникам, живущим в могилах и в гробах. Дии, 19 ноября. Он нашел одно пустынное место за городом, на котором находились древние языческие могилы. И жило много бесов. Прохожие очень боялись этого места из-за бесовских привидений и ужасов. Но ему понравилось это место. И вооружившись силой, крестную и молитвою, словно оружием против бесов, он поселился там, построив себе маленькую хижинку. Вопрос 2022. Какое отношение к женщинам было при апостолах? Такое ли, как в монастырях, или иное? Если предположить, что при постриге человек умирает для мира, то из жизни видим, что никакая распрекрасная и преталантливая путана не возбудит мертвеца. Чего же мертвецам бегать от женщин? Так ли чурали женщин-апостолы? Если я уже умер, то тебе какая разница? Совершенно никаких предпосылок к монастырским указам и обетам против женщин. Библия не знает, ибо вокруг Христа и с апостолами постоянно были женщины. Лука 8.3, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Деяние 16.14.15. И одна женщина из города Феатир, именем Лидия, торговавшая Багреницович, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Пришло монашеское злобное отношение к женщине над искажением сути Евангелия, когда этой мнимой фарисейской святостью думали приобрести недосягаемое человеку царство, а даром взять, что Господь дал, на это нет веры. И тогда нам придумали эти страсти и чудачества. Монахи имели очень много свободного времени, любили пощудить на досуге. Пафнути Боровской, 1 мая. Во имя целомудрия он не дозволял никому прикасаться к своему телу, а женщин не только не пускал в обитель, но не хотел их видеть издалека. Женщинам и знатным он не разрешал даже приближаться к воротам обители своей, а братья строго запрещал всякие разговоры о них. Кирилл, 11 мая. По дороге в Стальград пришлось проходить страной, где жил фульский народ. Этот народ приносил жертву под большим дубом, сросшимся черешнею, который назывался Александр. К этому дубу запрещено было подходить женщинам, а также и участвовать при жертвоприношениях. Симеон Столпник, 1 сентября. Прошло много лет, и мать преподобного Марфа, узнав о сыне, пришла повидаться с ним, и, остановившись ухода в ограду, сильно плакала. Но Симеон не пожелал видеться с нею, и послал к ней сказать, «Не тревожь теперь меня, моя мать, если заслужим, на том свете увидимся». Она же еще сильнее возжелала увидеть его, и снова послал к ней блаженный, умоляя ее немного подождать в молчании. Она легла перед дверью ограды, и здесь предала дух свой Господу. Увидав мать, он со слезами стал молиться о ней. Во время его молитвы в теле святой Марфы заметны были движения, а на лице появилась улыбка. Вскоре затем опять переменили святому столб и устроили ему новый в сорок локтей. На всем столбе преподобный стоял до самой своей блаженной кончины. Но услышав, что женщинам нельзя видеть преподобного, ибо он даже и мать свою не допустил прийти к нему, послала сына на руках рабов своих, приказав сказать, «Вот, отче, плод святых твоих молитв, благослови же сего младенца». Это святое место было недоступно для женщин, и всячески оберегали, чтобы не дерзала нога женской коснуться порога, войти за который даже матери преподобного не было дозволено. Рассказывает, что одна женщина оделась по-мужски, чтобы неузнанную войти в церковь святого Симеона, и когда коснулась порога церковного, тотчас упала навзечь мертвая. Если же туда приходили женщины, как пишет Никифор, то они все-таки не осмелились приближаться к ограде, а стояли поодаль и творили молитвы свои, взирая на столб. Евдоким, 31 июля, в царствовании Феофила, он служил в войске и отличался добродетельной жизнью, усердно соблюдая все заповеди Божии, пребывая в посте и воздержании, а также в молитве и сокрушении о грехах. Прилежно занимаясь чтением и изучением божественных книг, он оказывал щедрую милостыню нищим, убогим, сиротам и вдовицам, благодетельствовал церквам и монастырям, являя всем обильную милость, соблюл свою девственную чистоту беспорочно. Он настолько был целомудрен, что никогда не позволял себе ни беседовать с женщинами, ни смотреть на них, даже не допускал к себе женщин, кроме своей матери, которую одну сыновня почитал и с которой беседовал. Во всяких разговорах соблюдал себя празднословие и пустословие, предпочитая молчание многословию. Устранялся от тех, кто любит говорить без дела и глупости. Лжи, клеветы и всякого осуждения, не то, что говорит, но даже не желал и слышать, украшая свою душу всякими добродетелями. Среди толков, смятения, суеты мирской на него можно было смотреть как на лилию среди терновника или золота в огне, нисколько не поврежденного мирскими соблазнами и страстными влечениями. Моисей Угрин 26 июля и в то время руководимый Богом пришел к блаженному Моисею один черноризис из Святой горы по Сануире и пострек его святой ангельский иноческий чин. Святой ангельский иноческий чин. Преподобный повелел ему, никогда во всю жизнь не говори ни одного слова женщине. Это наказ такой. Вопрос 2023. Неужели никому в голову не пришла такая простая мысль, чтобы сравнить с Писанием Христовым, да от Бога ли все это монашество неравно ангельное? Мог ли Бог, видя, что монашество пошло неевангельским путем, как-то переломить ситуацию и вернуть все на евангельский путь? Слава Иисусу Христу в веки. Аминь. Аминь.